Пожалуйста, ответь мне про форму кисти, потому что у баланчина округленная большой теннисный мяч держит, а кто-то из педагогов сейчас держит длинную кисть. Есть только одно для меня положение, это как на картеле Микеланджело в Сикстинской капелле, когда бог-создатель оживляет татально. Потом Марина Тимофеевна научила опустить руку в воду, и ты должен поднять каждый пальчик, чтобы капелька стекла, и в зависимости от этого рука так держится. Она никогда нас не учила прижимать палец, она учила, чтобы просто не торчал сустав, не торчал палец. Что меня раздражает очень сильно, это полная неработа мышц пальцев, там где ногти, потому что кисть должна быть живая. Я очень не люблю некрасивые руки, вообще некрасивые руки у людей, потому я к этому отношусь очень внимательно. К сожалению, у многих своих учеников мне приходилось бить очень сильно по кистям, вот именно по пальцам, бить, потому что чтобы прилилась сюда кровь, чтобы они начали просто чувствовать ее, для того, чтобы держать. Пока ты не ударишь много раз, чтобы пульсация пошла, человек просто не чувствует. Очень многие, очень многие люди просто не чувствуют это. Удивительно. Да, к сожалению, этим вот отличался Овчаренко, категорически, потому что я переделывал. Очень плохие руки были у Вани, под Дубника, я просто, я переделывал очень много, но не доделывал, потому что, ну, там, мозг не соображал, к сожалению. Вот, большие проблемы были, когда вот Оскар, да, все-таки это английский, ну, он учился в Америке. А английская какая-то есть? Просто не поставлено ничего. Нет, я не знаю, какая она должна быть, мне безразлично вообще, что кто делает. Главное, что это должно иметь красивую форму, пальцы должны быть живые. Вот там, как Колпакова показывает, вот в фильме про Аваганова, мы с ней об этом как раз говорили, что Агриппин Яковлев очень много вот на препарационном уделял внимание, и Петр Антонович и Марина Тимофеевна не разрешали махать руками, что у нас кисть была только чуть-чуть. Я, к сожалению, иногда грешил, когда сам танцевал, потому что я переставал стараться, а потом смотрел записи и как бы потом это все убирал. И переставал стараться из-за данных? Ну, просто не, не следил просто, потом мало же замечания делал. И вот. Но кисть – это выразительное средство, очень сильное. И вот есть фильм «Танцует Майя Плесецкая» Катаняна, где целый раздел уделен рукам, где Майя Михайловна очень подробно рассказывает, что благодаря положению кисти меняется национальность, меняется взлом гении. Я разрисовывал кисти всегда, тени делал. В карабос, в золотом башке, когда нужно было, да, в синем боге. Я клеил ногти очень длинные, чтобы, ну, это характер придает. Ну и вообще для меня руки большой показатель в жизни, я много раз об этом рассказывал. Неухоженные руки, неухоженные пальцы, они свидетельствуют об очень многом. Но я вырос в доме, где маникюр делали три раза в неделю, женщины. Потому, когда мне было 12 лет, по-моему, да, я учился во втором классе, по-моему, еще в Тбилиси в хореографическом училище. Мама мне купила ножнички, пилочку. В общем, она мне научила, как ухаживать за ногтями. И сказала, что больше она никогда в жизни это не произносила. Вот. И точно так же я учу всех своих учеников. Я их, им объясняю, что... Ну, об этом пишет и Пушкин, и Евгения Онегина, что красота ногтей, да. Но дело в том, что это, ну, это... Она на сцене, на сцене не может быть по-другому. Руки Плесецкой, того же, допустим, Фадеичева, как, ну, кисть какой красоты, ясности. И я не люблю вот эти все, вот я уже много раз говорил, вот эти подхватики, бантики. Я это пресекаю и никогда не разрешаю. Из живых? Из живых? Есть кто-то, чьи кисти тебе нравятся? Машка Александрова. Ну, в Маше очень много моего вложено, да. Все-таки я очень много с ней работал с первого курса ее училища. Ну, она сама по себе честолюбивая девочка. Вот мне всегда нравилось ее отношение к рукам, как у нее выглядели руки. Кисть очень красивая, у Ульяны Лопаткиной была безумно красивая, говорящая. Но здесь работа педагогов еще очень большая, не только Ульяна, там, и Нина Александровна Кругапкина. Она очень много, даже когда показывала. Вот тоже, вот все вагановские ученицы, они очень, очень работают пальчиками, округляя, там, без лишних таких вещей. Ну, у Ланова, слушайте, вообще было просто отдельно, как она снимала перчатки, как она их одевала, я об этом много раз рассказываю. Но, да, я сильно отличаюсь руками, очень сильно отличаюсь от всего моего поколения. Но, во-первых, учили меня по-другому, а потом, ну, и происхождение, тут, к сожалению, руки не скроешь. И самое первое, что свидетельство дочка прачки и двух рабочих, вот я часто произвожу это слово, это кисти. Спасибо большое. Пожалуйста. Все.